Продолжение следует... Двенадцать! Двенадцать! Четырнадцать! Двенадцать! Шестнадцать! Семнадцать! Еще раз возьмешь, я тебе выпарю. Мама, это мои друзья. Какие они тебе друзья? Иди, дверь вам закрой. Ну что это? Пусть ребенок конфет поест. Ну что, шоколадные? Какие же шоколадные? Ну что ж... Ты, мой соловей, Возле свеев моих. И молитве моих Не мешай, соловей. Я и сам много лет В этом мире страдал, Пережил много бель И от рады не ждал. А теперь я боюсь И судьбы, и людей И скорбят, и не любят Ребята, ребята, а куда вам ехать? А вы таксисты? Ну, куда ехать? Сейчас. Ой, слушайте, это даже не Москва. Ну, это же не очень далеко. А сколько стоять-то будет? Ну, червонец. Сколько? Ну, дешевле только на трамвае. А туда трамвай-то ездит? Да нет, конечно. Настя, мы залей посмотрим. Настя, давай сначала устроимся, а потом уже на Красную площадь. Так вы не таксист? А я не говорил, что я таксист. А на такси, там такая очередь, часа три просто есть. Вон, пять поездов прошло. Народу. Да и цены там. Другие. Меньше или больше? Больше. Намного больше. Намного больше. Здесь мы скоро будем жить. Вон там Кремль. Смотрите. Видите? Как круто. Настя, а мы в музолей посмотрим? Мы сначала устроимся, а потом посмотрим. И музолей и Красная площадь. А в нашем доме кто-то живет? Родственники. О, стена. Смотрите. А почему нас никто не встретил? Ну, не смогли. Наверное, дела какие-нибудь делали. Так, внимание, у меня созрел тост. Значит, что я хочу сказать. Послезавтра, как вы знаете, вся наша страна будет отмечать день воздушно-десантных войск. Ну, что? А у десантника есть такая поговорка. Десантник, он ведь только пять минут орел. А все остальное время он знаете кто? Кто? Ну, кто, кто? Он лошадь. Ну, все, сядь, а ну. Подожди, ну-ка. Неудобно. Вот. Так что я хочу сказать? За что я хочу выпить? Я хочу выпить за то, чтобы ваш полет длился не пять минут, а всю вашу жизнь до самой старости. За полет, дорогие мои! Красиво сказал. Красиво. Спасибо. Не бойся учиться к нам? Нет, работать. И где? А там, где больше платят. Вон, смотри, какое здание. А как вам таксист там нужно быть? Рад, туда еще труднее, чем к нам в университет устроиться. Поворот проехали. Ну, ладно. Вроде там, там еще одна дорога есть. А нас там ждут? Конечно. Лейтенант Аранин, ваши документы. Хорошо. Что же вы, товарищ водитель, видите, дорога перекрыта, нарушаете? Да еще частным извозом занимаетесь? Да что вы, товарищ лейтенант? Да родственники мои из Молдавии приехали. Давно не видели, заболтались, ну и... Что, и по именам назвать можете? Конечно. Это вот Вениамин, это Вероника, это Коля, это Миша. Я не Миша, я Никита. Понятно. Я вам советую, выйдите сейчас из машины и добирайтесь в другое. Лучше на такси. А с вами у нас разговор еще будет. Ну... Простите, я не поняла, сколько мы вам должны? Что же вы, товарищ водитель? Деньги с родственников берете. Пройдемте. Пройдемте. Лёша. Ну, тебе. Внимание! Пока вы тут пили, украли невесту и забирали под замок. Ну что, пустим тарелочку, а? Держим. А, Богданович, налей мне и супчик тарел. Пять. Остановись, Лёша. Да что, в конце концов? Гуляем. Спасибо, Богданович. Пройдите к народу. Так, сигареты есть у кого, нет? Давай, Симочки, не жалеем. Моя города в высоком тереме, а в терем тот высокий, нет входа никому. Ты-то можешь и войти. Подожди, посмотрю, чтобы мелочи не накидали. Ну вот, ехали в Москву, а попали опять в деревню. Попали. А вы к кому? Здравствуйте, а нам нужен дом 44. Так это вы тоже на свадьбу, что ли? Мы внуки Анны Георгиевны. Она здесь жила. В Анну Георгиевну, да. Заходим. А это вы наш родственник? Я ваш сосед, родственник. А родственница ваша Люся как раз сегодня замуж выходит, так что вы вовремя. Встречайся у новых гостей! Страхну его, опоздавший! Здравствуйте, проходите. Лёха, ну что ты? Проходите. Мужики, закрывайте колечку, проходите к столу. Проходите. Вот присаживайтесь сюда. Аккуратно. Лёша, хватит! Присаживайтесь. Ну, угощайте, угощайте. Давай. Ухаживайте, давай. А вы Люся? Нет, я Геля. А вы кто? А мы родственники Люся. Какие у нас симпатичные, появились родственники. А где моя жена, а? Лёха, ну-ка, выпусти меня отсюда. Какой я тебе Лёха, Лёха? Я гвардии сержант Брунов. Как поняли меня? Бутылку поставишь, выпущу. Ага, сейчас. Успокойся, я тебя прошу. Ты, Галя, 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 Галя. Ты, Галя, 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 Галя. Лёха! Невеста! А вот и невеста! Пошла сюда! Лёсь! Ну, где ты пропадала, а? А это, кстати, моя невеста. Моя жена Людовича. Здравствуйте, мы вас поздравляем. А вы, собственно, кому? Здесь бабушка наша жила. Громова Анна Георгиевна. Горька! 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 Так вы что, вы внуки Анны Георгиевны? Да. Слушайте, а мы с ней очень долго дружили. Да что вы. Ну давайте ешьте, 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 хоть салаты еще, курица. А вы мне кто? А ты кто? Я мамин сыр. Ну тогда ты наш братан. Горька! Да сладко уже, сладко. Всем внимание, у меня опять созрел тост. Мамочка, он сейчас упадет, а? Алексей, сейчас же слезай. Слезай, или я тебе покажу, как воюю с зенитчиками. Стоп, я тост должен сказать. Ах! Ах! Ой! Дедя, это мой папа! Вы собственно, кто? Я Настя, это вот Савва, Саша, Никита. Мы Громова, я вам писала. Ну чего ж вы ответа-то не дождались? Наша бабушка здесь раньше жила. Бабушка. Вспомнили они про бабушку. Ой, Господи! Где же вы раньше-то были, когда она больная, несколько месяцев, не встать, не подняться не могла? Нет, а кто вас звал-то, собственно? Вы чего приехали? Вы чего приехали? Люсь, перестань, а? Они ее внуки. Чего? А кто тебя вообще спрашивает? Ты чего лезешь-то? Ну ладно, Люсь, ну... Ты чего не расселись? Нет, а чего расселись? Да я сказала уже! Давайте вставайте, уезжайте туда, откуда вы приехали. Что ты, ну... Ничего! Даня, меня подбили, Даня! Ну что ж тут такое? Олег, меня стреляли! Олег! Я прошу тебя выяснить, кто меня стрелял! Картина Репина. Припоили ему. Настя, а это не наш дом? Наш. А почему нас оттуда выгнали? И что это за родственники такие? И кем она нам приходится? Я точно не знаю. Кажется, она дочь бабушкиной двоюродной сестры, что ли. Саш, ты можешь их выгонять? Конечно, могу. Мы никого выгонять не будем. У нас так все будет хорошо. А где мы ночевать будем? Никит. Может, Серегине позвоним? Мама же оставила письмо. Ну что, мы только приехали и сразу кому-то звонить? Мама же сказала, если будет трудный момент. А насчет страны? Он же министр. Он не министр, а заместитель. Так, я сейчас приду. Вы можете получить трудный момент. «Выручить трудный момент». Так, я могу учитывать трудно. Чтобы не уменьшить трудный момент. Лететь мунистр, я понемню. Вот так вот. Летим. И я надеюсь, конечно, что в общем-то. Что. То. Так. Алло? Здравствуйте, а можно Николая Степановича? А когда будет? Хорошо, я и перезвоню попозже. Спасибо. Спасибо. Почему мы не едем? Ну, это не наша электричка, она, видишь, стоит. Настя, пусть деньги у меня будут. Алло? Здравствуйте, извините, пожалуйста, я вам уже звонила. А Николай Степанович не подошел? А, позже. Только сейчас уже вам сколько времени? А, все-таки попозже, да? Хорошо. Но я и перезвоню, спасибо вам. Угу. Извините за беспокойство. А мы домой не вернемся. Куда домой? В Каменку, там хорошо. У нас нет там, мама. А где ей? Нигде нету. Никита, ты чего? Там мама и папа. Никита. Я тебе приснилась. Ложись. Спи. Спи. Ну что, ночевать негде? Да едем до гостиницы. Там номер снимем. Понятно. В гостинице, даже если есть номера, то для вас их все равно не будет. Ну, значит, до ближайшей станции. Там мы переночуем. Давай, собирай мальчишек. Куда? Ко мне. Пойдем переночуем, а там дальше решим, что с вами делать. Давайте, вставайте, вставайте, вставайте. Собирайтесь. Берите вещи. Чего сидеть-то? Ребят, давайте. Спасибо большое. Ой. Ой, да не бери ты, не бери. Вот. Давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. Спасибо. Здесь вы будете спать. Хорошо. А ты где? А я с мамой. Отвернитесь, пожалуйста. Я переоденусь. Неудобно, как-то получилось. Родственников твоих чужие люди приютили. Ой, приютила она их там. Знаю я, что она их приютила. Все насолить мне пытается. Все с бабкой они сначала шукал, всю козню строила. Теперь успокоиться не может, что дом нам достался. Слушай, все вроде как. Слушай, документы еще не оформила. Не оформила. Потому и хочу, чтобы они отсюда уехали. Мало, что ли, у меня одной головной боли. Столько сил потратила, чтобы все эти бумажки собрать. Приперлись. Кто их звал? Ну, вот это она молодая. Вот. А вот это уже за полгода до смерти. И вот тоже. Ну, а как она получила телеграмму, что отец ваш, Федор, умер так и слегла совсем. Люська, конечно, приезжала, нависела. Несколько раз. Но ты знаешь, сказать, что она ее выхаживала, нельзя. Потому что, скорее всего, мы с Галей Бруновой ходили за ней. А как умерла, так Люська примечалась. Даже сразу подала на право наследства документы. Анна Георгиевна дома вам писать хотела. Потому что я точно знаю, потому что он мне сто раз об этом говорил. И вообще странно, почему завещаний-то нет. Так что знаешь что, давай-ка ты тоже завтра иди к нотариусу и со своей стороны тоже подавай права, документы на право наследства. Да как же это? Да как так? И даже не сомневаюсь, а хочешь, так я с тобой пойду. Ой, Люська тоже понять можно. Только она замуж вышла, и мужик ее с ребенком взял. А вы все там ровно грянули. Ну, и где вы были целый год? Ну, мы не могли приехать раньше по семейным обстоятельствам. А еще наследники имеются? Да, у меня три брата. Три брата. Ну, что я вам могу сказать? Вы имеете право на этот дом, но доказать свое право на наследство вы должны будете в суде. И в первую очередь вы должны будете доказать, что по уважительной причине пропустили объявленный срок вступления в наследство. Скажите, вот это вы понимаете? Да. Ну, тогда вы должны будете доказать свое родство, свое родство с Анной Георгиевной Громовой. Для этого мне потребуется ваше свидетельство о рождении, свидетельство о рождении вашего отца и свидетельство о смерти ваших родителей. А чтобы доказать уважительную причину пропуска срока, вы должны будете собрать справки, что у вас украли документы. Ну, тогда начинайте собирать документы, а если возникнут вопросы, то обращайтесь. Хорошо, спасибо. Всего доброго. До свидания. Здорово, братан. Идти не вертись. А почему они с нами не здороваются? А где ты такие восьмерки набила? Да мальчишки гоняются за мной постоянно. Понятно. Ну, у тебя аж есть ставка. Половина дома пустует. А? Ну, ты же знаешь. Ну, не могу. Да что не могу? Ты уже третий раз мне сегодня произносишь эту фразу. Не могу, не могу. Вот ты придешь, я тебе ее напомню. И завтра придешь, тоже напомню. Месяц будешь ходить, я тебе буду говорить, я не могу. Год. Лень, а не внуки Анны Георгиевны. Ты внуки говоришь? Ага. Ну, пусть заходят после планерки. Ну вот, вот, отлично. Ключи давай. Отлично. Пока. Горно. Мои года, мое богатство. О-о-о, доброе утро. Доброе утро. Вы извините, что здесь хозяйничаю? Да нет, ничего. Скоро по соседству хозяйничать будешь. В своем доме. Дворником работать будешь? Дворником? Ну, пойду. Ну, жить-то надо же где-то, пока вы с домом разбираться будете. Да. Ну, а документы на братьев. Вот. Так. Это что? Справка о досрочном освобождении. Да я вижу. А на младших братьев? Скоро пришлют. Нету. Что значит, скоро пришлют? Пришлют? Так и говорите, нету. Ладно, идите. А документы? Иди. Спасибо вам. Ну, заходите. Ну, что? Ну? Вот теперь вы здесь будете жить. Мебель, конечно, маловато. Ну, зато вот тут есть газовая плита, печка, кровать. Страшноватые, конечно, обои. У меня есть новые. Парни, вы рукастые, поклеите. Ну, нравится? А? Будь здоров. Спасибо. Сюда пылесос. Да какой пылесос? Ой. Ну, фай, 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 ну. Ну, сейчас, мама, смотри. Ну, сейчас спалишь, что ли, тебя? Ну, ты... Дочь, пойдем обедать. Ну что, вселились? Вселились. Как избушка-то? Да ничего. Спать-то есть на чем? Одеяло, простыни. У нас здесь промтоварная рядом. Могу помочь. Съездим. А я Алексей. Ваш сосед, Алексей Григорьевич. Савель Федорович. А ты кто? Полина соседка лажит. Ну, поздоровайся с мальчиком. Пошли. Ты что, смерти моей хочешь? Что? Хоть знаешь, кого ты подселила? Ты хоть знаешь, кто они? Ну, знаю. Они внуки Анны Георгиевны. Ну и что? Да, внуки. Один отсидел, у двоих документов нет. Я же тебе говорил, что к Олимпиаде Москву чистят. Меня инструкциями замучили. Никаких асоциальных элементов. Ты хочешь, чтобы меня уволили, да? Ну нет, Люм. Ну нет. Ну тогда, чтобы сегодня же духу их не было. Фай, а здесь до школы-то далеко? Минут пять хоть бы. А ты в каком классе учишься? Я восьмой пойду. Так это вы с Савкой в одном классе учиться будете? О, не знаю. У нас четыре восьмых. Может и нет. Ой, наш айбом. А можно я посмотрю? А это кто? А это мама ваша? Да, мама. А у нее на руках кто? Это Ваня. Наш младший брат. А где он сейчас? Он умер. А что случилось? Простудился. Нет, он живой. Привет, ребятки. Здравствуйте, дядь Леша. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, ваш сосед. Вот вам, для полного комплекса. Спасибо. Так все нормально, помощь не нужна? Да я думаю, справимся. Ну ладно, счастливо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Ира, здравствуйте. Это Настя. Настя? Настя, ты в Москве? Да, мы уже устроились. Как там Ваня? Хорошо. Не переживай. Не болеем. Кушаем хорошо. Каждый день гуляем. А сейчас чем занимается? Сейчас? Сейчас он рисует. А что рисуете? Маму, папу и себя. Маму, папу и себя. Настя, ты не переживай. Я каждый день ему рассказываю. О братьях. И о тебе. Скажи, а как вы там? Да, у нас все в порядке. Вот единственное, мне нужны документы на Саву с Никитой. А они в интернате. Я поняла. Я скажу Сереже, он поможет. И опекунство поможет оформить. Ты только не переживай. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Саву субтитры сделал DimaTorzok О, у вас тут уже работа полным ходом кипит. Да. Обои клеите. Ну как там, все нормально? Когда можно на работу выходить? Сейчас начальник придет, он сам тебе все расскажет. Дверь закрой. Мам, я кушать хочу. Сейчас подожди, я свинью накормлю, и до тебя очередь дойдет. Ты моя девочка голодная. Где тут моя девочка? Ой, голодная совсем. Ой, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Старший лейтенант Майоров Василий Сергеевич. Ваш участковый. Здравствуйте. Значит, вы у нас новые жильцы? Да. Я дворником буду работать. Документики можно посмотреть? Вам вынести или вы зайдете? Я зайду. Пойдемте. Москва, столица нашей родины. Ежедневно Москву посещает полтора миллиона иностранных туристов. Интересно. Здрасте. Здравствуйте. Вот, пожалуйста. Справка об условно-досрочном освобождении. За хорошее поведение. Ну, что-то встал? Да нет еще, мы только приехали. Ну, зайди завтра ко мне. Поговорим. А куда? Найдешь. Не нужно, Антечка. Туда, поехали. Э, Конь, а где раскладушка-то? А что, я сегодня не пьяный, зачем она тебе? Ты куда ее дел? Соседям отдал. Зачем? Как зачем? Спать не на чем. Молодец. Все в дом тащат, а ты из дома. Учти, напьешься, лучше сразу на коврике ложись. Галя, людям надо помогать. Вон у них родственники есть. Пускай они помогают. А, я тебе помогу. Поскакали по Леночкам, а у вас что-то не в себе. Да и что тут уже? Люджей, давай. Зачем тебе ключи-то? От дома ключи давай. От дома нету. Что, уехали? Кто? Сама знаешь что, уголовники твои. Нет, не уехали. Как? Ну я же тебе сказал. Сказал, иди да выгони сам. Знаешь что, ты вот эту кашу заварила, вот ты ее расхлебывай. А я что, у тебя подчинение, чтобы расхлебывать? Слушай, тебе эти люди дороже? Или наши с тобой отношения? Да или нет? Нет. Нет? В каком смысле? Ой, а ты какой вопрос ты сейчас мне задаешь? Тебе эти люди дороже? Или наши с тобой отношения? Какие у нас с тобой отношения, Шелест? Ну, сама знаешь какие? Нет, я не знаю. Может ты знаешь? Да я хоть завтра. Вон, давай подадим заявление. Но дочка же твоя против? Так, все. Ладно, мне надо работать. Все. Ну, ну, так ты выгонишь их или нет? Я нет. Ну, тогда я выгоню. Все. Все. Субтитры не выгонишься. Ты чего я сегодня такая? Тебя прям не узнают. Да. День с ума сошли. Боишься, квартиру отниму? Ага, сейчас. Отниму-то не. Не надо, не хочу. Спокойной ночи, Настя. Спокойной ночи, Никита. Спокойной ночи, Саша. Спокойной ночи. Сав, почитай. Сава. Я работой пойду. Да тебе сначала доучиться надо. Среднее образование закончить. Я в вечернюю. Одна не вытянешь. Работать-то куда? А куда возьмут? Вы уже нашли место, куда деньги прятать? Нет. Я нашел хорошее место, тогда покажу. Осторожно. Ну, вот опять. Опять пробки вырубила. Так интересно, мам. Три месяца никого не было, и тут раз столько соседей. Ну, да. А как ты думаешь, Сашка хороший парень? Хороший. Только что из тюрьмы вышел. Как? Так. Вообще, они здесь жить не будут. Почему? Ну, потому что начальник Жека их выгонит. У них с документами не все в порядке. Ладно. А ты знаешь, у них еще один братик был. Ванюшка. И где он? Он умер. Брат. Братан. Братишка. Братан. Тичева. Моя дочь, это что за заявление? Я хочу работать. Я хочу устроиться на эту работу. Документ. Ну, пожалуйста. Это справочка. Я ее потом на паспорт поменяю. Принесу, покажу. А в 18 лет тоже покажешь? Что? Ты ж несовершеннолетний, тебе в 18 нет. По законодательству я могу работать после 8 класса. Я хочу работать. Мне нужно. Да у вас там на проходной целый список вывешен. Требуется, требуется, требуется. А ты читал, кто требуется? Шоферы, слесаря, транспортники, операторы. Ну, у вас ведь учат. Я читал обучение без отрыва от производства. А ты что, веришь всему, что написано? А на заборе тоже написано. Ну, мне нужна эта работа. Как хотите. Вам же хуже. Хорошего работника теряете. Ну, хорошие работники везде нужны. Пойди, поищу в другом месте. Да я искал. Это уже третий таксопарк. Да кто тебя в таксопарк с такими документами-то возьмет? Иди на стройку. Ну, живы. Спасибо. Сан, поехали в Москву. Кремль посмотрим. Кремль? Поехали. Поехали. Она если не будет ругаться? Да мы быстро. Туда и обратно. Она даже не заметит. Давай руку. А у тебя деньги есть? А зачем? Хватят нож трусать. С зацами поедем. Пойдем к игре. Той же кричко увидите. Пей. Не надо уедем. Домовый. Громовый, откройте. Лень. Где они? Ну что, может зайдешь? Лень. Эй, начальник. Ну чего тебе? Ты взяточку-то получил, да? Чего? Да я не пойму никак, у нас кто сейчас начальник ЖЭКа? Ты или гелька твоя, может? Значит, ты, Людмила Васильевна, поаккуратней. Я и так сейчас злой. А то мы не знаем, для кого ты полдома и ставку держал. Сколько она тебе дала-то? Не, ну интересно, просто, может, я бы тебе тоже дала. Сколько же у нас теперь ЖЭК-то стоит? Да временно они поселились, ну понимаешь ты, временно. Да, ну... Ну ладно. Паразит. 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 Гуд? Гуд? Бабу Гам. Прятал сега, желайте? Бабу Гам. Ред галстук. Ред галстук. Желаете, красный галстук. Ред. Ченч. Баблгам. А че ты галстук за жвачку берешь? Че? Почему на деньги? Че тебе надо, пацан? Ну так интересно. Ред галстук. Почему ты деньги не берешь, а берешь жвачку? Слушай, револи отсюда. Твоя, что ли, почта? Это наша точка. Это ваша точка? Слушай, сейчас придут люди, покажут тебе, чья точка. Интересно, тот, кто-то у вас главный. Я бы с ним познакомилась. Ред галстук. Ченч. Здрасте. Здрасте. Ты поросенок такой, а? Я тебя поймаю в следующий раз-то. Файка! Фай! Чего вам? Поехали с нами кататься. Ага. Делать мне больше нечего. А че тебе делать-то? Да, открыто. Добрый вечер. Добрый. Ты че не зашел-то? Я это. Значит так, чтобы завтра... Здорово, Пакаданыч. Здорово, Шагич. Здравствуйте, Пакаданыч. Присаживайтесь. Ну, так чего не пришел? Да я работу искал. Ну и как, нашел? Пока нет. Плохо? А когда я говорю, что я буду милиционером? А вот это хорошо. А я начальником ЖЭКа. Слышь, Богданович, смена растет. Ладно, счастливо. Завтра зайдешь? Да. До свидания. Счастливо, Богданович. Значит так, я что хотел сказать. Ты меня, Настя, пойми. Я здесь ни при чем. У меня инструкция. Какая инструкция? Здрасте. Здрасте. Инструкция у меня. Что за инструкция? В общем так, беру тебя временно, до осени. Но если кто из вас, чего, вы поймите, одно малейшее замечание, и вас здесь не будет. Я здесь ни при чем. Вы поймите. Леонид Богданович, а когда мне на работу выходить? А, ну приходи, завтра это. К восьми часам, к Дому культуры. Участок покажу. Спасибо. Фай, а ты ужинать будешь? Нет, спасибо. Никита, пойдем мультики смотреть. Могу с Файком мультики посмотреть. Ну беги, смотри. Настя, пойми меня правильно. Ведь больше, чем он может, он для тебя все равно не сделает. Ты что имеешь в виду? Ну что? То, что он это место держал для своего племянника. Он через два месяца приезжает из армии. Будет жить здесь, работать, еще в Москве будет учиться. Ну за эти два месяца, может, ты что-то найдешь себе еще. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Настя, что тебе сказать хочу? Давай-ка уезжай отсюда. Я тебе все равно здесь жить не дам. Дом мой. Люсь, Люсь. А ты со своим шелестом мне мешать будешь? Я и до тебя доберусь. Здорово, братан. Здравствуй. Тебя как зовут? Антошка. А тебя? Савелий Федорович. Привет, Савелий Федорович. Продолжíre. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Так мне директор нужен. Ну, я и есть директор. А, так это вы? Что вы так удивляетесь? Мне вон ремонт сделали, опять нахалтурили. Приходится самой переделывать. Наши-то все в отпуске. А я ведь в стройотряде была лучшим маляром-штукатуром. А у вас что? Да вот мы в ваш район переехали. Я хотела своих братьев устроить. Школу. Начальник все равно не подпишет. Может, попробуем? Вот тебе надо, ты и пробуй. Ну, ты у нас комсорг. А с меня и так шишек хватает. А ты женат? Я? Нет. А ты сам откуда? Я из Каменки. Что за Каменка? Да, шахтерский городок. Ты что, шахтер что ли? Нет. Отец был шахтером. Почему был? Он умер. А мама? Мама тоже умерла. Ты что, сирота что ли? Нет. У меня сестра и два брата. Значит так. Вот это второй гараж. За ним склад и диспетчерская, где я сижу. Вот это столовая. Кормят гадостью. Повара будем на собрании снимать. Ясно. Ну, а это наша святая святых, дирекция, бухгалтерия. Сейчас будем, Саш, с тобой по стилю убрать. Ты готов? Всегда готов. Ты стой возле двери. Разговаривать с ним буду я. Ой, да я вас понимаю, Анастасия Федоровна. Ну, не могу я взять ваших детей без документов к себе в школу. Поезжайте в интернат, оформите все документы, которые вам нужны. Оформите опекунство. Только учтите, вам надо все это до 20 августа сделать. Ну, хорошо. Я попробую дозвониться или поеду и сама съезжу. Спасибо вам большое, Мария Алексеевна. Да пока не за что. Ты что хочешь, Петренко? Чтобы я сел? Он вышел, а я на его место. Арнольд Борисович, вас на его место никто и не возьмет. Потому что в детской колонии все койки предназначены для детей, а у вас пузо большое. Вы им все продавите. Уж если вас посадят, то посадят по-взрослому. Сантажируешь меня, что ли? Нет, я прошу, я нижайший за родственника своего прошу. А, значит, дурушничаешь. А кто на собрание клеветал, что я племянницу в бухгалтерии пристроил? Вот давайте найдем компромисс. Племянник на племянницу. Вы берете моего, а я забываю про вашу. В конце концов, если она что-то там напутает, то посадят вас или главного бухгалтера. Меня не посадят. Танечка, не дождетесь? Арнольд Борисович, миленький, но вы меня через год за этого мальчика благодарить будете. Да что, чего, через год? Да за этот год, Петренко, я надеюсь, тебя уволят. Да вы с ума сошли, Арнольд Борисович. Да я уже тут трех директоров пережила. Да на мне еще на трех бабах весь ваш таксопарк держится. Я вас умоляю, пожалуйста, возьмите парня. Тут ведь нет никакого нарушения закона. Уже через месяц у него вместо справки будет паспорт. А еще через три он будет совершеннолетний. Но он же с трех лет в этих моторах колупается. Но я же все равно от вас не отстану, Арнольд Борисович. Пиши. Пиши заявление. Саш, у тебя ручка есть? Только не здесь. В коридор выйдете, в коридор выйдете. С тебя соточка. Взятка. А у меня нет. Найдешь. Не переживай, ты их быстро заработаешь. О, лошадь с ИС-7, Д-5. О, жертва фигуры за качество. Принимаю. Ем лошадь. У вас мороженое есть? Король и все. Ферзь, Е-3. У вас мороженое есть? Нет мороженого. Сдаюсь, Андрей. Чего вы хотите? Наукоград? Соединяем. Наукоград. У вас первая кабинка. Спасибо большое. Девушка, будьте добры, Воронеж. Девушка, вы знаете, никто не отвечает. Может быть, у вас есть другой телефон, по которому можно позвонить? Нет, нет другого. Попробуйте попозже. Андреич, конь, В-6. Рокировка короткая. Андреич, Д-5, В-3. И тебе мат. Это как же ты там маханул через пешку-то, а? Нет пешки. Посмотри. Вот здесь пешечка стояла. Извини, но я пошутил. Извини, извини, извини. Все, я с жуликами не играю, вали. Я вот пиво не пью, что мне делать? А кто тебе предлагает? Если выиграю, какой приз? Чебурек. Не, чебурек дешевле пива. Ну, два чебурек. Да я же столько не съел. Может, деньгами? Рубль. А лучше пять. Ну, расставляй. Только я играть еще не умею. Вы меня научите? Расставлять-то я знаю как. Ну, если знаешь... Расставляй. Да что это за издевательство? Куда мне еще ученика? Я с одним не знаю, что делать. Куда послать? Куда, куда? Чтобы с глаз долой. А вы мне второго. Да не зли ты его, Пахомыч. Ну, он же тебе еще третьего сейчас всучит. Что? Какие такие? Не брал я никаких обязательств? Брал ты, брал. Ты что, всеми вместе подписывал? А что спрашиваю? Портком, портком. Да я этот ваш портком. Обязательству ему. Мамаша курью за ногу. Знакомься все-таки, Пахомыч. Саша Громов твой ученик. Да? Очень приятно. Ну что, Саш, можно сказать, ты вышел на работу. Поздравляю. Да. А что делать? А что делать? Вон, видишь, парень стоит. Это тоже, кстати, ученик Пахомыча. Вставай вон рядом и жди. А что ждать-то? Ну, а что ждать? Ну, чего-нибудь да дождешься. Ну что, акселераторы, прописываться будете? А? Документы на Савку с Никитой. Документы в интернате. Из интерната они сбежали, документы я забрать не могу. Так. Мне нужно опекунство оформлять. Ну, а как я его без документов? Понятно. Замкнутый круг называется. Ну и что делать? Что делать? Взяточки давать. По-другому не получится. Я не умею. Ну, чего ж теперь не умеешь? Надо учиться. Я даже не знаю, сколько давать. Ну, я тоже не знаю. В каждой ситуации по-разному. Надо шеста спросить. Так мне же ехать надо-то за документами. Как я пацану хрустаю? Ой, а вот это проблема большая. У тебя Санька вон какой взрослый. Где я здесь? Ну, уж присмотрим. Ну, да. Шельст. Привет, Багданович. Людмила. Чего? Подожди-ка. Люська. Слушай, ты зачем это делаешь, а? А что такое делать? Ну, зачем ты эту ерунду пишешь? Два заявления за последнюю неделю. Неправда, три. Значит, одно еще не дошло. Ты жди. Людмила, ну это же поклеб. Наговор. Ну, какая взятка? Откуда Настя могла дать мне взятку? А ты, значит, ее за красивые глаза посидишь, да? Я просто, я по-человечески к ней отнесся. Зараза. А ко мне? А что? Ты почему здесь стоишь? Я тоже человек, Багданович. Она дома у меня отнять хочет. Да я же говорю, она временно здесь живет. Он племянник мою осенью придет из армии. И все, они выйдут. Ну, вот пока она живет, я и буду писать. Не таких, как ты я снимала с работы. Ты жди проверку. Людмила, ну подожди. Ну, чего ты к ним прицепилась, а? Ну, нормальные же люди. Ой, глянь-ка, какие нормальные люди идут. Ну, очень нормальные. Ну, такие нормальные. Ну, стой. Чего? Да иди, помоги нормальному своему. Да, ну, все. Ну, да, ну, да. Пастя, иди посмотри. Ну, что делать будем? Это вы про что? Мало того, что уголовник, он еще и алкаш. Кто? Кто? Старший твой Громов. По улице вон, шастает пьяный в стельку. Позорящий на всю улицу. Ой. Людмила Васильевна, вы не шумите. Разберемся. Чего разбираться? Его выселять надо и все. Выселять. Что я вам говорил? Поселили неизвестно кого. Чего ты орешь-то? Ну, чего ты орешь? Садись давай. Чего-чего? Ну, устроился парень на работу. Ну, выпил, отметили. Чего такого-то? Да, знаешь, мы тоже много чего отмечаем. А ты меня вот хоть раз вот таким вот видела? Видела. Видела и не раз. Где ты меня видела? Ей, а на Новый год-то кто тебя пер до дома-то? Ну, так я взрослый мужик. И чего? Чего ты меня с ним ровняешь? Ты вообще знаешь, когда я первый раз выпил? Когда? Все, ладно, не ври, а. Я тебя зачем позвала-то за этим, что ли? Посоветоваться хочу. Что еще? Настя в город едет. Мальчишкам документы делить. Там, небось, беседки-то не обойтись. Ну? Чего, ну? Баранки гнул. Давай, расскажи, кому дать сколько. Что, издеваешься? Я-то тут при чем? Взятки не даю и не беру. Вот так. Лень, ты сдурел, что ли? Чего со мной как с прокурором-то говоришь? Я с тобой по-человече хотел поговорить. Ну, могу предположить. Давай. Давай, предполагай. Значит, за документы из интерната, да? Ну, рублей двести придется выложить, да. Сдурел, что ли? А? Двести рублей? Поехали, сто пятьдесят. А я-то тут, что ты со мной торгуешься. Я и так по минимуму взял. Ты же говоришь, что они сбежали из интерната? Сбежали. Ну, вот. Думаю, все триста придется выложить. Все же это провинция. Может, подешевле обойдется. Ну, провинция не провинция. Я вон, когда в Житомире работал... Че? Че там в Житомире-то? Шель? В общем, ставки везде одинаковые. Все, я пошел. Где я? Дома ты. Сав, не помню, как я дома оказался. Зато теперь тебя все соседи запомнят. Тебя вся улица домой тащила. Откуда? С платформы. Ничего не помню. Я с кем? Ты на всех кинулся. Факе фингал под глазом поставил. А Рябову его в больницу отвезли. Савка, прекрати. А че он мне спать не дает? Настя. Ничего не помню. Ложись спать. Завтра поговорим. Я дрался? Ну, кого ты слушаешь? Чего он врет? Мы просто помогли тебе до дома дойти. Значит так, я завтра уезжаю. Куда? За вашими документами. Надолго. Дни на пять. О. Вы уже взрослые, я думаю, со всем справитесь. Мой участок будете выбирать по очереди. Кто и когда, сами решите. Никиту одного не оставляйте. А теперь всем спать. Спокой ночи. Ты не волнуйся. За Никитой мы посмотрим. Да, Никит? Ня, только ты недолго, ладно? Да, хорошо. И передай это капусте. Хорошо, передам. А у тебя это откуда? Мне Савка дал. Ах, Савка. Ну, понятно. Обнимай меня. Ну, вы идете, нет? Идем, идем. Пошли. Все будет хорошо. Да, Никита? Да. Настя, только не задерживайся. А то меня в школу возьмут. Аккуратно. Ты что притаранила? Поверь, тебе нельзя. Я вам обед принесла. Обед? Ну да, обед сама готовила. Сама? Да, сама. Никита, хочешь попробовать? Да, хочу. Вроде неплохо. У тебя есть что-нибудь пионерское? Какое пионерское? Барабан там, город какой-нибудь. Нет, ты что, Сав? Конечно, нет. Откуда у меня? Жалко. А галстук есть хотя бы? Галстук? Да, конечно, есть. Даже пилотка где-то оставалась. А ты можешь мне дать? Я это потом верну. Мне срочно нужно. А зачем тебе? Ну, нужно. Ну, ладно. Ну, давай сначала пообедаем, а потом пойдем телек смотреть. Давай сразу сходим. А как же обед? Мы же пообедали. Да? Да. Ну, ладно. Что тебе нужно? Галстуки. Сейчас пою. Галстук. На. А пилотку? Я не помню, где она. А, вот. На. Нормально. Ладно, все, я побежал. Сав, ты куда? Я вернусь, Никит. Вот обуза. Ай, ты не хочешь со мной сидеть? Да не, Никит, я не при тебя. Ну, пойдем телевизор смотреть. КОНЕЦ КОНЕЦ Малис, ты что тут делаешь, а? Ну, давай отсюда. Я выполнила наказ моей пионерской организации. Какой наказ? Я как победитель. Кошагом Далимпиады, поселка Каменка, отдаю честь товарищу Ленину. И долго так будешь честь свою отдавать? Пока не хватит силы. Да вы не беспокойтесь, сил у меня надолго хватит. Я отменировался. Знаешь что, давай-ка так. Ты иди в другую сторону, и там вот честь отдавай. Куда? А вот давай к Минину и Пожарскому. Есть. Ну что, братцы, давай братцы. Это кто, Фай? Это мой папа. Это наша бабушка. Угу. Фай, а может, Сава уже пришел? Ага, держи карван шире. Идем посмотрим. Да я смотрела только что, нет его. А что? Фай, я домой пойду. Ладно? Там же нет никого, Никит. Ничего, я один посижу. А скучно не будет? Нет, не будет. Пойдем, я тебя открою. Тогда что ж. Что? Ну-ка. Ой, аптечка там, иди обработай. Ай. Ну, давай только. Аклейте его. Прухлет старый. Камон, он надо. Ты мальчик-ротик-то закрой. Движок-то, этот мотор старый, но движок только пять лет как новый поставили. У меня на него и покупатель есть. Так что это верный колыб. Пошел. Пошел. Молодец, парень. Скорее бы в школу. Девушка, у вас еще хватает наглости говорить об оформлении документов. Я вас прямо сейчас в милицию сдам. Вы украли детей. Вы знаете, что это уголовная статья? Я не крала своих братьев. Они сами убежали. Вот будьте добры, их и верните. А потом будем говорить об документах, об оформлении опекунства и про все остальное прочее. Но мне их нужно в школу оформлять. Я вам все сказала. Может, мы сможем договориться? Что вы имеете в виду? Светлана Антоновна, войдите в мое положение. Возможно, я смогу вас отблагодарить. Так, будем считать, что они отдыхали у вас на каникулах. Но учтите, если 1 сентября они не вернутся, вас будут ожидать очень большие неприятности. Что, Омешка, скучно? А мне нет. Ты дырак или притворяешься? Притворяюсь. Ты что, придурок, здесь цирк устроил? Сваляй отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел. Это все, что я заработал. Я не понял, когда успел? На чем заработал? Ван фото, ван балогам. Ты что, мне работать хочешь? Ну, как договоримся. А я еще подумаю. Дочь, смотри. Это парашют. Ты знаешь, что это такое? С него ребята, солдаты, десантники прыгают с самолета на землю. Знаешь, как высоко? А он с головой не ударял? Ты кто, маму рассказал? Да. Я твоей маме задам. Нет, не ударял. Не ударял. Никит. Ты чего здесь? Жду. Кого ждешь? Сашу, Филисову. Давно ждешь? Откуда у тебя подвиженок-то такой? Папа подарил. Любишь на поезда смотреть? Люблю. Я тоже в детстве любил на поезда смотреть. Недалеко от Перми жили, на Паустанке. Мимо нас поезда каждый день туда-сюда, туда-сюда. Смотрел и мечтал, что уеду куда-нибудь, где настоящая жизнь. Что-нибудь случилось? Тебя ждем. А где Савка? Не знаю. Ну что, пошли домой? Пойдем. Дядь Вась, а где настоящая жизнь? Везде. Где ты был? Так по делам ходил. Ну и что за дела? Просто гулял. Где ты гулял? В Москве ходил. А что случилось? Ты почему Никиту одного оставил? Не вставлял я его одного. Они с Файкой были. Больше так не делай. Ты тоже больше так не делай. А что я сделал? Напился, что ли? Ты что долбишь? Взрослый, что ли, стал? Садись, ешь. Спасибо, уже досад наил. Значит так. Завтра с утра уберешь участок. А потом будешь целый день с Никитой. Понял? Нет, не понял. А ты что командуешь? Я не команду. Просто пока я работаю, нужно, чтобы кто-нибудь сидел с Никитой. Да, знаю, как ты работаешь. Что в лоб хочешь? Тебе мало? Это только это и умеешь. Я умешаю, да? Я же тебе новости не рассказал. А самое главное, про Михалину-то. Неужели замуж вышла? Замуж пока не вышла. А ребенок уже есть. Смотри. Так это же капуста. Он. Он. Ну, сыновила ведь она его. Взяла отпуск и махнула к родителям на Сахалин. Ой, Настя, давай выпьем. Ты не переживай. Завтра я со всем разберусь. У тебя есть? Есть. Да не берет она взяток. Я же пробовала давать. Да у тебя никто не возьмет. Ни один нормальный человек не возьмет. А у меня возьмут. Увидишь. Будем. Диана. Редактор субтитров. Субтитров. Я обуза. Ты что, Никита? Какая ты обуза? Кто тебе сказал? Знаю. Глупость. Никогда так не думай. Ты наш брат. Спокойной ночи, Саша. Спокойной ночи, Никита. Спокойной ночи, Саша. Спокойной ночи, Никита. Спокойной ночи, няня. Спокойной ночи, Файка. Спокойной ночи, Мишка. Ну и кто так метет? Ну и кто вот так метет, посмотри. Вся грязь осталась. Как могу, так мету. Дай покажу. Держи. Вот так вот. Вот. Плотнее прижимаешь. Вот. Вот так вот. И плотнее прижимаешь. Вот. Вот так вот. Понял? Вот так вот. Ну, понял, что ли? Нет. Покажите еще раз. Бестолково какое. Вот. Плотнее прижимаешь. Ой. Извини. Вот так вот. Вот так вот берешь. Вот. Ну ты, парень, наглец. Так, через час приду, проверю. Работай. Вот так. Прижимаю. Прижимаю. Вот. А прижимаешь. Вот так вот. Здравствуйте. Я к Соколову. Они переехали. А куда они переехали? А вот это вот государственная тайна. Я не советую вам искать их. А как же Ваня? Какой Ваня? Ну как, наш младший брат Ваня Громов. Я не знаю Ваню Громову. Есть Иван Соколов. Ну, то есть да. То есть да. Вы же сами отказались от своего брата. Мне обещали, что мы будем с ним видеться. Обстоятельства изменить. Когда-нибудь увидитесь. А пока забудьте их. Это в ваших интересах. Если у них появится возможность, они вам позвонят. Они работают в другом городе. На секретном предприятии. Подождите. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сав, ты куда? Никита, я недолго. Я скоро вернусь. А как же я? Ну, я с Файкой поговорю. Посидишь, посмотришь у нее телевизор. Я не хочу к Файке. Я хочу с тобой. Со мной нельзя. Тебе привезли что-нибудь? Нет. Возвращайся побыстрее. Ладно? Я недолго. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ладно, я никуда не поеду. Пойдем на речку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА